Вот когда пуля летит, и она приходит туда, куда ты задумал, ну, это и есть удовольствие. Это и есть то, ради чего ты стреляешь. Ну, ты кайфуешь от каждого попадания. Поэтому стрелки любят стрелять в более сложных условиях. Нам в тире неинтересно стрелять. В тире и так все прилетит, мы точно знаем, куда и так далее. А если условие сложное, это интересно. Наша задача сделать точный выстрел. Выдержки и спокойной рассудительности стрелку-высокоточнику нужно точно больше, чем практику. Да, ну, конечно, стрельба менее дерганная, более вдумчивая, потому что больше параметров приходится оценить. Ну, и время нам дается на это специально, чтобы сделать один точный выстрел, ну, максимум два. То есть мы знаем все стандарты, да, что после второго надо бежать, и так у нас и происходит. Я думаю, вот в этом есть отличие основное. Наверное, как и многих, начал прививать любовь к оружию отец, за что ему большое спасибо. Ну, это было охотничье гладкоствольное оружие. Одна стволочка была, И-17, как сейчас помню. В школьные годы небольшое касание было с мелкокалиберным оружием, что тоже, на самом деле, очень привлекало. Но большой возможности стрелять не было в нашем городе, поэтому тоже это быстро закончилось. Было занятие стендовой стрельбой. Без каких-либо достижений сам для себя решил стрелять хорошо и точно. Наверное, после каких-то промахов стало интересно попадать. Был круглый стенд, очень азартная штука. Много тысяч патронов улетело в воздух. И вот после этого я, наверное, подумал, что надо стрелять меньше, но точнее. И вот каким-то магическим образом я перешел стрельбу из нарезного оружия. Купив первое нарезное оружие, я стрелял на 100 метров. И не доходило, зачем купить оружие нарезное и стрелять так близко. После этого поехал в тир. Тогда был тир мытичих. Не самые большие дистанции, но, тем не менее, получилось стрелять чуть-чуть подальше. Первое понимание какой-то внешней баллистики. Как летит пуля. Честно, было большое удивление, что пуля летит, оказывается, не ровно, а как-то криво. И после этого я стал заниматься, читать, изучать все, что попадалось в руки. Самый запоминающийся момент и самый важный на этом пути был... Это факт сборки первого патрона. То есть когда он из комплектующих получился и смог выстрелить. Вот это было самое запоминающееся. Второе, по запоминанию, наверное, это было уже в самом процессе тренировки. Чтобы разобраться с баллистикой, я перетаскивал щит от 100 метров и дальше по дистанции. И в голове укладывалась траектория полета пули. И я начал понимать, как она летит вообще и что для этого нужно. Чтобы прицелиться, куда-то попасть. После этого я посидел, подумал, убрал щит и попал в кирпич. Ну, потому что до этого пристрелялся и после этого попал. Вы представляете, какого счастье было? Ты с ума сойти. На первых двух соревнованиях я занял почетное последнее место. И это, наверное, дало мой следующий толчок к стремлению улучшать свои навыки, понимание и вообще учиться стрелять. На самом деле нет худших на соревнованиях, но есть всегда планка, которую можно поднять. Я ее решил поднять и стал заниматься. И вот на третьих соревнованиях я был третьим. И это был следующий пинок, который заставил меня еще дальше бежать, потому что я понял, что можно выигрывать. Процесс обучения в соревнованиях, он ускоряет в разы. И то, что ты увидишь за два дня соревнований, это можно изучать самолично на тренировках год. Ну, например, я считаю, что это в таких масштабах мерить. То есть стресс на соревнованиях работает положительно. Нужна система своих тренировок. То есть у каждого она своя, каждый знает свои слабые стороны, знает, что нужно подтянуть, какие упражнения, с чем, возможно, сложнее справляться. Но для этого нужно, опять же, ездить и на соревнования, чтобы понимать, что подтягивать. Благодаря федерации нам удалось собраться на эти соревнования, но не было понимания, как мы выступим, какие наши силы, чего вообще нам ожидать, как это работает, какая организация процесса. Мы приехали в Венгрию. Был шок от количества народа, во-первых, потому что у нас такого масштаба не было. От неизвестности, ну, плюс нерусскоговорящая страна. Первый день соревнований была торжественная часть. На нем как раз мы увидели масштабность всего мероприятия. Количество участников было очень большим. Ну, для нас это был просто чистый кислород, и мы не понимали, куда мы попали. Но точно было понятно, что мы чему-то новому научимся. Мы поучаствовали в разных упражнениях, от близких дистанций до дальних, в тире на полигоне, устойчивые, неустойчивые. Кстати, был еще блок ночных упражнений. То есть разнообразия было точно больше, чем в то время у нас в России. Не сразу было понятно, что задача организаторов была не только посмотреть, как мы стреляем, но и просто вымотать соревнующихся. С ночными у нас как раз единственный казус-то и произошел. Мы не поняли, куда стрелять, и поэтому вот такая вот неудачная стрельба получилась. Несмотря на это, мы с напарником, я выступал с Валерием Шуцом, мы заняли четвертое командное место. Какое же было чудо, когда мы об этом узнали, и как мы себя корили за то, что чуть-чуть не дожали, и можно было стоять на первых местах. И вот здесь пришло следующее понимание, что на международных соревнованиях мы тоже можем представлять опасность для соперников в этом интересном процессе. И после этого мы уже, естественно, смелее поехали. Соревнования были в Болгарии, в Италии, ну и потом Австрия была. Австрия вообще была успешна. Я скажу, наверное, спасибо открыто федерации за то, что она нам предоставила такую возможность побывать на этих соревнованиях, показать себя, отстоять честь страны. Мы ее отстаивали от всей души и не посрамили. Это было здорово. Ну, это, наверное, самый распространенный вопрос. Я скажу так, можно начать с любой винтовки. Абсолютно с любой. Ну, нарезной, у которой есть ствол и куда вставляется патрон. По-любому это сооружение будет куда-то стрелять. И уже дальше можно думать, что сделать для того, чтобы ваш выстрел был точный. Да с любого можно стрелять калибры для понимания того, куда летит пуля. На соревнованиях там максимально допустимый калибр 3.3.8. Ну, сейчас самый ходовой спортивный 6.5, наверное, можно смело назвать. Ну, так же 6 мм играет. Это 308-й, безусловно. Ну, вот, среди вот этих трех можно выбирать любой патрон. Там 308-й, 300-й винмак. Там, не знаю, 6.5 на 47, 263 мм тонн и так далее по списку. 6.5 на 55. Ну, в общем, все это можно приобрести, спокойно настроить и пользоваться. Я начинал, например, с охотничьего карабина. У меня был САК-75 в 308-м калибре. Самый распространенный, самый обычный, школьный, как считается, для понимания патрона. Самое то, что нужно. Сам ствол ничего не даст. Он может быть совершенно любой, самый классный, самый любой патрон, ничего не даст. Важно построить комплекс, который работает. То есть это и ложа, и ствол, и прицел, и кронштейн, и спусковой механизм, и сошки, и что под сошками, возможно, и так далее, и тому подобное. Не все так страшно. Есть вполне бюджетные варианты. И я до сих пор стреляю. И последние соревнования выигрывал на обычной тике. Перестволенной, правда. Ну, неважно, там, обычная тика с помененной, правда, ложей. Но, тем не менее, доступный вариант оружия, который можно привести вот в такой образ стрелкового высокоточного комплекса, который будет выполнять ваши требования, без задачи. Необходима какая-то одна система подсчета, чтобы люди могли соревноваться по одной системе, больной или любой абсолютно, но чтобы она была, наверное, одна, чтобы люди понимали, что здесь он отстрелял на эти очки, и он вот здесь вот находится. Или там какие-то звания заработал. Потому что людям приятно, когда их оценивают. Не по своей какой-то частной системе очков, а когда Федерация установила единый стандарт, одна очкоемкость. Основная идея, я считаю, это объединение. То есть люди должны приходить в Федерацию. Потому что Федерация учит в том числе работать с оружием. То есть вырабатываются некие правила безопасности, и люди уже на автомате, ну, точно самым безопасным способом пользуются оружием. Один из самых первых и важных шагов, которые стали заметны всем, потому что не все знают, чем занимается Федерация, что происходит внутри, это легализация релоудинга. Это, безусловно, наверное, самый большой шаг к достижению каких-то больших результатов в нашем виде спорта. После чего стало возможным делать высокоточные боеприпасы и конкурировать уже на самом-самом высоком уровне. Это четко заметно по результатам, которые сейчас происходят на соревнованиях, по тем целям, которые предоставляются на соревнованиях, по тем достижениям, которые показывают стрелки. Ведь сейчас все сложнее и сложнее будет выиграть. Соревнования, кому бы то ни было, конкуренция очень высокая, и достижения стрелков, они прям очень сильны. Я думаю, что мы на мировом уровне, даже за счет этого, выросли еще, даже после наших всех тех выступлений. Я уверен, что это только подтолкнет людей к занятию официальным спортом, ставить себе цели, которые будут официально оцениваться какими-то рангами, показателями. Количество людей будет больше заниматься, будет больше преподавателей, будет больше инструкторов, будет больше людей, которые дальше будут, собственно говоря, также пропагандировать эту работу и законно этим заниматься. Ну и плюс все-таки, если это спорт, значит, у нас будут стрельбища, законопосечаемые, куда мы сможем спокойно ездить, стрелять, ничего не бояться, заниматься своими людьми и видами спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова